Приветствую вас. Давайте разберем ваш запрос. Мне 21 год и я страдаю от постоянного напряжения. Пищевые. Странно, но чувства тревоги и беспокойства сильным у меня нет. Но уже на протяжении двух лет обострились сильные руки, чмыканье, напряжение грудной клетки, посапывание и кашель. Так каждую минуту без исключения. Вероятнее всего, начиная вот с как раз этого периода, который вы обозначили с вами, что это происходит. То есть есть что-то, что вас, вероятнее всего, как-то напрягает, как-то вас тревожит, как-то вас беспокоит и так далее. Вероятнее всего. Да, может быть это и не что-то такое прямо мощное, да, не что-то такое прямо тяжелое, что могло бы вами быть идентифицировано, как... Такая вот прямая угроза, да, но тем не менее, тем не менее, что-то такое все равно происходит. Ну, наверное, здесь наша задача выяснить, что конкретно происходит. Наверное, здесь наша задача определить, в чем заключаются непосредственно угрозы, которые вам... ну, которые вам воспринимаются, которые вам видятся. И, соответственно, дальше уже смотреть на эту ситуацию более, так сказать, более примитивно, да, более конкретно. То есть сначала нам нужно поискать обязательно, вот. Сначала нам нужно понять, что конкретно беспокоит вас. Сначала нам нужно определить, найти, что вас вот тревожит. А дальше уже поисследовать то, как вы на это реагируете, да, и, соответственно, в этой связи возможны варианты адаптации. Может быть, это страх, что... ну, что... Достаточно, вот, сильной степени, на что это похоже. Это страх, какая-то угроза, да, отклонение от того, например, что вам ценно важно и так далее. То есть, ну, вот, ну, вот, возможно, отклонение от того, что для вас ценно и важно. Вот. Может быть, какие-то еще моменты, то есть здесь вы говорите о симптомах, но не о причинах. А причины, они очень важны. В общем, значит, в любом состоянии, будь я читаю, отдыхаю, особенно, когда ем руки, другие звуки, просто, просто, чтобы я что-то сделал. Даже когда засыпаю и просыпаюсь. Ну, смотрите, здесь я могу предположить, что вы говорите про механизм навязыва... 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 Это то, что прямо-таки бросается в глаза. Вы говорите про механизм навязыва... навязыва... Вот. Достаточно сильно, причем здесь это чувствуется, да. Вот. Механизм навязывасти — это потребность, значит, в определенных действиях. Это потребность в... в определенных поступках, да. как правило, человеком неконтролируемый, ну и на постоянной, на постоянной основе, понятное дело, ощущаемое, то есть это вот то, что вы чувствуете практически все время, в том числе это ваш способ снятия напряжения, в том числе это ваш способ снятия напряжения, это ваш способ как-то вот разряжаться, да, то есть ну вот таким образом вы разряжаетесь, вот, но тем не менее это хождение по зампнутому кругу, потому что глобально проблемы не решаются, вот, ну а вам это конечно же мешает, вот, опять же, вот, что именно вызывает такую потребность у вас в разрядке, да, ну вот этот момент тоже, на мой взгляд, нужно будет поисследовать. Дальше, ага, значит, ничему не помогает пила, таблетка, дыхательная практика, расслабление не помогает. Еще лет десяти замечаем, что, значит, хлопаю глазами, но в этом шмыку только выкручиваете, теперь все серьезно, но чего-то вы пытаетесь здесь либо отвлечься, либо освободиться, вот, то есть ну это вот так выглядит, по крайней мере. Дальше, помощь психолога почему-то тоже не оказалась эффективна. Вот здесь интересно, а, в помощи какого психолога вы обращались, вот, какой, какой помощи вы хотели, сколько вы со специалистом работали, вот, бывали до конца проведена его работа с вами в полной мере, то есть ну то есть, грубо говоря, дали ли вы ему возможность провести работу, закончить ее и так далее, или вы почему-то прервали, вот, и, соответственно, какой-то был специалист, потому что вполне вероятно, что этот специалист, если вы не увидели эффект, вам не подошел, вот, в любом случае здесь нужны нюансы, а, подробности, а, я могу вам сказать, а, вот, только сейчас опираюсь на то, что вы написали, а, я могу сказать, а, что действительно психологическая помощь не всегда оказывается эффективной, конечно, вот, особенно если она, ну, что называется, подбирается не совсем корректно, да, вот, особенно если она, я имею ввиду помощь психологическая, а, значит, не учитывает индивидуальные какие-то особенности человека, вот, и, соответственно, все это может, конечно, привести к, к, ну, к негативу достаточно серьезному, вот, поэтому тут очень важно определиться с тем, если у вас, ээээ, возможность этой самой терапией заниматься, если у вас возможность заниматься психотерапией, вот, не противопоказана ли она вам, потому что, если она противопоказана, то, эээ, занимается, не занимается, эффект никакого не будет, ну, вот, эээ, ну, я бы здесь, конечно, предложил бы вам, эээ, рассмотреть, эээ, возможность, эээ, медицинского обследования, естественно, когда будет такая возможность, вот, эээ, вполне вероятно, что это, собственно, является тем, что, мешает вам, эээ, получить помощь, эээ, получить помощь, эээ, значит, психолога, это то, что, может, бу, ну, блокировать, эээ, той или иной степени, эээ, работу, ээээ, психолога, вот, такое бывает, и бывает, к, ээээ, к сожалению, бывает достаточно часто, вот, эээ, необходимо исключить отсутствие у вас, как раз таки, ээээ, ну, факторов блокирующих, ээээ, воздействия психотерапии, вот, ээээ, и, соответственно, я надеюсь только, ээээ, что вы это все сделаете. эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ такой достаточно важный нюанс, на который я хотел бы обратить ваше внимание. На мой взгляд, здесь есть такое противоречие, и противоречие достаточно серьёзное. Прошу помощи и советов, по помощи можем, можем предоставить, для этого нужно с вами поговорить, а вот совет нет, это не к нам. Родных это напрягает, просят что-то делать, но всё без толку, заранее спасибо за заказы и совет, но ещё раз, старые советы здесь не помогут, но всё, и с теорией и с теорией вашей жизни и её анализ. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok